И они вот с работы бегут и просят, кому что надо оставить. Стихийные рынки стали появляться по всему городу. Это значит, дачники собрали первый урожай. Горожан это радует, а вот чиновники не в восторге. Такие рынки называют нелегальными. Четыре года назад новости Прима рассказали о несанкционированном базаре на Гордыка. Надеялись, что это место узаконят, но спустя время ничего не изменилось. Ой, гоняют, конечно, вот и носимся с этими столиками. Неужели мы что-то нарушаем, а наоборот, свое все выносим. Дачников призывают торговать на законных рынках, но там проходимость низкая. Так их труды ни за что не окупятся. Тем более, по словам продавцов, в этом году вырастить овощи, ягоды и зелень было крайне тяжело и дорого. Мешала эпидемия и затяжные холода. Урожай сняли на две недели позже. Много дождя не было. Нам не обходится дорого. Поплата за дачу, за свет, за воду у нас все повысили. Но все эти трудности, по словам дачников, не сильно повлияли на цену их продукции. За килограмм клубники, как и в прошлом году, просят в среднем 200 рублей. Не подорожала и зелень. Высока цена только на те продукты, которые только начали созревать. Например, молодая картошка. Килограмм 200 рублей. В магазинах цены кардинально другие. Конечно, и удобнее же, жителям удобнее. Они вот идут с работы, с остановки, покупают и пошли домой. Не надо ни стоять, ни в очереди в магазине в такую заходу. И по ценам отличается. Ну вот я же вам привела салат 30, в магазине он 70-80 стоит. Пойдешь в магазин, хочется вроде бы что-то купить, а все дорого. В начале лета хитом стали цены на морковь и картофель. Выросли в три раза. Сейчас же гастрономы уверяют, что ситуация с овощами и фруктами нормализуется. Достаточно сложная была ситуация со всеми корнеплодами. И картофель, и морковь, и свекла. Потому что в южной части России, Краснодарский край, наш основной кормилиц в этом плане, было достаточно засушливое лето. Но ситуация уже нормализуется, потому что мы получаем первые урожаи из Краснодарского края. Здесь цена только будет пока идти в сторону понижения. Пока одни цены падают, другие только растут. И это распространяется на все категории продуктов. А значит, причина уже не в погодных условиях. Покупатели приходят все, постоянно говорят, что вот подорожало очень сильно, что цены выросли на всем так. Цены высокие, покупательская способность низкая. Сахар подорожал. Крупы дорогие, молоко дорогое бывает. Только иногда под скидки там иногда делают. Союз потребителей на днях предупредил, что к будущей осени подорожать может абсолютно все. Больше всего продукты, которые нечем заменить. Анастасия Баскова, Илья Гришан, Новости Прима.